В Люберецком округе продолжается частичная мобилизация. На одной из отправок для военнослужащих провели акцию «Бабушкины пирожки». Подробнее в нашем сюжете. Тот, кто слез не бьет, тот же проживет. На поляне сладких ягод больше заберет. На площади около военкомата боевой и моральный дух. Жители округа поднимали участницы Люберецких общественных организаций. Дети войны и дети войны память. Они же и придумали акцию «Бабушкины пирожки». Старшее поколение, они взяли инициативу на себя. Сами пекут пирожки, раздают. Пришли именно поднять моральный дух наших бойцов. Потому что, когда они сильный духом, мы все сможем. Всего организаторы испекли более 200 пирожков. Одну часть раздали на месте, а другую завернули с собой в дорогу. Чтобы даже в пути мужчины чувствовали любовь и тепло малой родины. Мы, конечно, зная, что ребята, ну, как сыновья всегда, и покушать хотят, и вкусненько как-то. И вот решили им в дорогу напечь пирогов, сладостей там. Неравнодушные жители округа делали все возможное, чтобы поддержать и настроить мобилизованных на нужный лад. И это только укрепляло боевой настрой каждого, кого призвала родина. Мы служили, мы должны воевать. Да, я хоть 10 лет назад служил, и был, служил, механик-водитель БМП. А сейчас, не знаю, сейчас отправляю в танки войска, и как бы все нормально. Победить, чтобы было все хорошо. Надоело уже, сколько можно. Поэтому и едем. Любим свою страну и родину. Необходимость частичной мобилизации понимают и сами близкие. Мужчин провожали жены, сестры и мамы. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы мой сын был здесь со своей семьей, рядом со мной. Конечно, хочется. Но мы понимаем, что это нужно, понимаете? Нужно. А кто, как не мужчины наши? В эти трудные времена, мобилизованным как никогда, важна не только поддержка близких, но и земляков. Старшее поколение округа с помощью акции «Бабушкины пирожки». Подставила свое надежное плечо. Поддержала тех, кто защищает интересы Родины. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.